Кибер-турнир в КФУ. Голуби умнее, чем кажутся. Чем пахнет татарстанская природа? Как помочь иностранным студентам на лекциях? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Валерия Карташова. В IT-лицее Казанского федерального университета прошел конкурс среди студентов педагогических направлений подготовки. На открытии с приветственной речью выступили заместитель директора по образовательной деятельности Института психологии и образования Алмаз Галимов и директор IT-лицея Ильдар Мухаммедов. Ключевым приглашенным спикером стал Алихан Зинаев, руководитель педагогической мастерской Чеченского государственного университета, победитель всероссийского конкурса «Учитель года» 2018 года. В рамках встречи народный учитель Чеченской республики провел лекцию на тему психологического климата в классе и проиграл вместе со студентами самые разные ситуации, которые могут произойти во время учебного процесса. Из миссий IT-лицея и любой университетской школы – это участвовать в подготовке будущих педагогов. Мы эту миссию с радостью приняли на себя, и мы с радостью встречаем и студентов, и практикантов, и вот такие мероприятия проводим, потому что считаем, что у нас очень хорошая, интересная команда, и она готова передать очень интересные технологии педагогические. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета решил воплотить в жизнь оригинальный подход к ведению лекций, который поможет иностранным студентам лучше понимать материал. О том, что это за нововведение и как оно скажется на успеваемости, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. В современном мире, где наука и технологии развиваются с невероятной скоростью, инновации в сфере образования и коммуникации становятся все более актуальными. Одной из таких является разработка студентов Казанского федерального университета, направленной на улучшение процесса обучения и обмена знаниями. Институт фундаментальной медицины и биологии в связи с острой необходимостью в обучении иностранных студентов придумал особенность, которая станет ключевой в понимании тем докладов. Так, при содействии англоговорящих обучающихся презентации и сообщения будут параллельно переводиться на английский язык, что благоприятно скажется на успеваемости студентов, не говорящих по-русски. Эта особенность была продемонстрирована на недавнем заслушивании докладов. Идея создания билингвальных заседаний пришла ко мне, когда иностранные студенты начали обращаться с вопросом о том, как они также могут вовлекаться в научный и практический учебный процесс, как они смогут выступать, могут ли они выступать в виде докладчиков или слушателей. Тогда мы подумали, почему бы не переводить наши доклады на английский язык и вести параллельный перевод. Проект, над которым трудились студенты, предлагает уникальную идею – параллельный перевод докладов и презентаций во время их непосредственного проведения. Этот подход не только упрощает понимание информации для слушателей, но и позволяет докладчику сосредоточиться на презентации, не отвлекаясь на языковой барьер. Как утверждают сами иностранные студенты, подобный способ сможет дать им возможность не отвлекаться на использование сторонних переводчиков во время доклада и значительно сократит время понимания предложенного текста. Это отличная возможность как для обучающихся, так и для преподавателей, которые смогут сократить расстояние между студентами и рассказчиками в понимании конкретной темы. Меня зовут Маро Морган. Я студентка Института фундаментальной медицины и биологии. Тот проект, который прямо сейчас проводится нами в КФУ, имеет очень большое значение для иностранных студентов. Мы можем участвовать в семинарах. На этом семинаре мы будем говорить о синдроме Гиина-Барре. Тут участвуют как и русскоговорящие, так и англоговорящие студенты. Наша команда очень постарается сделать это в самом лучшем виде. Одним из главных преимуществ инновационной разработки студентов является возможность повышения качества и эффективности образовательного процесса. Обучение становится более доступным и понятным для студентам, позволяя им легче усваивать информацию и расширять свой кругозор. Инновационная разработка студентов университета также способствует развитию межкультурного диалога и взаимопонимания между представителями разных стран и культур. С помощью системы параллельного перевода слушатели могут лучше понять идеи и мысли докладчика, а также обменяться мнениями и опытом в процессе обсуждения. Елизавета Газизянова, Ильшат Хусаянов, Андрей Вагудинов, Универ Новости. В нашу эру киберспорт приобретает профессиональный характер. Создаются целые команды и проводятся турниры масштабы страны. Казанский федеральный университет не стал исключением, ведь на базе вуза провели финал по игре CSGO, а денежный приз для победителя составил 100 тысяч рублей. 29 октября прошел финал киберспортивного турнира University Stage League S2. Команды Казанского федерального университета и Казанского государственного энергетического университета сразились за третье место. Только недавно видеоигры казались чем-то легкомысленным, а говорить про то, что этим можно заниматься серьезно и получать с этого доход, например, как профессиональный футболист, не представлялось возможным. Университет же сделал это доступным для талантливых студентов. По итогам третье место завоевала команда Казанского федерального университета в очень упорной борьбе. По картам 2-1 ребята выиграли команду из Энергоуниверситета, а соответственно в финале матча за первое место сильнее оказалась команда из КНИТУКАИ, которая выиграла в финале Казанский инновационный университет. По итогам соревнований третье место заняла команда КФУ-2. Игра шла напряженно, но благодаря мастерски отточенной тактике ребята смогли одолеть соперника в лице команды Кей Энерджи КГУ. Каждый раунд игры был важен для обеих сторон, поэтому никто не прощал ни промахов, ни брошенной позиции. Главную поддержку команде оказывали болельщики. Соревнование проводилось в малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». Атмосфера там царила впечатляющая из духа Мазарта. Призовой фонд в этом году составлял 100 тысяч рублей, соответственно команды распределили его между собой и вот в этом году, помимо того, что они получили как раз звание чемпиона, победителя, могли с собой унести небольшую сумму. Когда на пороге игры будущего 2024, которые будут проводиться в Казани уже в марте, Казанский федеральный университет идет в ногу со временем и помогает студентам, которые хотят проработать свои любительские навыки в видеоиграх до профессиональных. Для того, чтобы испытать свои киберспособности и получить шанс выиграть существенную сумму от спонсоров, наше время есть все возможности. Ведь в УЗИ создана специальная киберспортивная сборная. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости. Ученые нашли на территории лесопарка Лебяжье три вида лишайника, из которых создают духи с шипром, где основа строится именно на мхе и цитрусовых растениях. Подобная подложка делает аромат более свежим и утонченным. Лесопарк Лебяжье – это самый большой лесной массив в черте города Казань. Как его называют сами жители – настоящие зеленые легкие мегаполиса. Территория богата различной флорой и фауной. Также лесопарк является местом для проведения различных научных исследований. И недавно в ходе одной экспедиции было найдено несколько видов лишайников, в том числе это пармелия борозчатая и верниесливовая. Также был обнаружен один вид мха, который занесен в Красную книгу Республики Татарстан – никера перистая. На данный момент в лесопарке Лебяжье насчитывается около 50 различных видов пхов и несколько десятков видов лишайников. И верниесливовая используется для производства двух видов духов – шипром и фужерными ароматами. Как заверяют сами специалисты, лишайник распространен на территории Европы и растет на дубах. Данные виды лишайников произрастают не только в Республике Татарстан, но и в других регионах России. Лишайники служат объектом биоиндикации, то есть по лишайникам можно судить о том, насколько благоприятна атмосфера окружающей среды. Иногда некоторые лишайники используют в качестве пищи, но есть такие лишайники, которые используют для парфюмерных целей, верниесливовая в частности. Эверниесливовый – это нередкий вид, он у нас довольно часто встречается, но нет запроса, нет необходимости в его сборе, поэтому не собирают. Лишайники не используют в парфюмерии. У нас есть другие редкие виды, некоторые из этих видов охраняются, включены в Красную книгу Республики Татарстан. Их, по-моему, 22, если не ошибаюсь, вида лишайников. Вообще довольно разнообразная группа. Лишайник и верниесливовая уже давно используются в создании разнообразных ароматов. Как отмечают профессиональные парфюмеры, такие духи долго держат приятный запах. В ходе исследования ученых также обнаружили, что пармелия боросчатая очень чувствительная к выбросам азота. Это означает, что состояние экологии в регионе благополучное. Как отмечают исследователи, наличие таких видов лишайников не говорит о том, что их можно использовать для производства парфюмерии, ведь на территории лесопарка Лебяжье запрещено любое губительное обращение с флоры и фауны лесопарка. Лишайники – это уникальные организмы. Это организмы, которые сочетают в себе два компонента. Это грибы и это водоросли, которые живут в очень тесной взаимосвязи между собой. И это такие микроэкосистемы. Лишайники населяют совершенно разные места обитания. Это могут быть пустыни, степи, это могут быть тундры, где лишайники вообще формируют целые экосистемы. В нашей полосе лишайники растут на стволах деревьев, на почве, на камнях, если такие встречаются. Их роль в наших природных экосистемах может быть не столь значима, как в пустынях или в тундрах. Но, тем не менее, это так называемые автотрофные организмы, то есть организмы, которые синтезируют органическое вещество на подобие растений. На территории лесопарка обитает множество видов растений и животных. Правительство Республики Татарстан особое внимание уделяет вопросу сохранения природы, экологии региона. Бережное отношение и состояние лесопарка говорит о благополучном экологическом состоянии на всей его территории. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Ильшат Хусаянов, Универновости. Умение находить дом, способность к обучению и наличие хорошей памяти – это только минимум того, на что способны голуби. Они обладают удивительными умениями и интеллектом, которые делают их одним из самых интересных и изучаемых видов птиц в нашем мире. О результатах последних исследований братьев наших меньших узнавала наш корреспондент Кристина Отекина. Голуби относятся к семейству голубиных – отряда голубеобразных. Это первые птицы, которые были одомашнены людьми. Они используются в качестве домашних питомцев, помощников в поиске направления, в борьбе с вредителями сельского хозяйства, а также в качестве общепринятого символа, олицетворяющего стремление к миру, свету и любви. Существует поверие, что человеку, выпустившему в небо птицу, сопутствует удача и счастье в жизни. Поэтому сегодня почти на каждой свадьбе молодожены выпускают их в небо. Голуби обладают уникальной способностью ориентации в пространстве. Они могут использовать магнитное поле земли для определения своего местоположения и направления движения. Поэтому вернуться домой им не составит особого труда. А относительно голубя? Во-первых, голубь – это стайная птица, которая в настоящее время является синантропным видом. То есть она полностью адаптирована к жизни в городе. Соответственно, для стадных животных в принципе не характерно особое, так сказать, блистание умом и памятью и так далее. Потому что стадо, ну, не случайно говорят баранье стадо там или там еще что-то. Это, как правило, инстинкт группы. И поэтому нам не надо особо задумываться, не надо о чем-то думать. То есть ты глядишь и берешь пример конкретно с какого-то представителя. Взлетела птица, значит тревога. Все, остальные поднимаются на крыло, хотя еще и хищника не видят. И вот в этом плане голубь, как стайная птица, в данном случае полностью подчиняется тем закономерностям, которые характерны для стайных птиц. Согласно исследованию профессора психологии Университета штата Огайо Брэнтона Тернера, голуби, как и искусственный интеллект, обладают способностью к обучению, которая позволяет им адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Использованная модель искусственного интеллекта состояла из двух механизмов – ассоциативное обучение и коррекция ошибок. И подобно тому, как птицы справлялись, чтобы улучшить результат в повторных экспериментах, искусственный интеллект также путем изменений пришел к улучшению правильных ответов. Ученые пришли к выводу, что голуби успешно обучаются различным трюкам, таким как нажатие на кнопки и перемещение объектов за получение награды в виде еды. Это свидетельствует об их способности к обучению и адаптации. Память у птиц достаточно хорошая, независимо от их интеллектуальных способностей. И в данном случае птица возвращается ведь не потому, что ей почту положили, и она несет это письмо, она возвращается, птица, к своему гнезду или к своей гнездовой территории. Только этим обусловлено то, что она прилетает туда точно и в нужное место. Исследования голубийного интеллекта продолжаются, поэтому в будущем мы можем ожидать больше открытий и достижений, связанных с ментальными процессами и физиологическими особенностями, которые могут помочь в разработке лекарств и понимании существования семейства птиц. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета прошла юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Камские чтения». В этом году было представлено свыше 400 работ как по техническим, так и гуманитарным направлениям. А территориальный охват конференции насчитывает порядка 14 городов, среди которых Москва, Оренбург, Ижевск, Казань, набережные Челны и другие. Мероприятие прошло в смешанном формате с онлайн-подключением для иногородних участников. Доклады были представлены на 17 секциях. Также в рамках конференции прошел полуфинал конкурса «Умник», на котором заслушали 8 докладов участников по четырем направлениям конкурса. Цифровые технологии, новые приборы, интеллектуальные производственные технологии, ресурсы, сберегающие энергетику и новые материалы и химические технологии. Конкурс, который направлен на выявление талантливых ребят и получение ими субсидий, а также грантов на выполнение своих научных идей. Сейчас проходит полуфинал, где ребята со всей республики могут пройти научно-техническую оценку своего проекта и получить заключение от наших экспертов в рамках Всероссийского конкурса «Камские чтения». После им предстоит еще пройти коммерческую оценку своего предложения и тогда по положительному решению они смогут выиграть грант на реализацию своих идей. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!